здравствуйте мои прекрасные зрители приветствую вас на своем канале moda gd мой канал море красоте также облом на шопинге приветствую всех кто на гречке кто со мной вчера был очень сильный ветер во время записи у меня постоянно были волосы в лицо волосы от лица но и самое печальное что часть видео мне не удалось демонтировать потому что нам были очень сильные помехи и в прошлом видео я говорила о рецепте который знаем и наверное все хозяйки которые мы помним прямо таки с детства это рецепт самого обычного компота почему-то мне пришло в голову точнее не почему-то я заваривала чай свой обычный зеленый чай куда добавила смесь для глинтвейна я говорила что эта смесь больше нам за ненадобностью раньше я варила глинтвейн и раньше это было примерно четыре года назад и вот у меня завалялись несколько готовых упаковок для смеси для глинтвейна сейчас я добавляю все это в чай получается очень хороший очень приятный чай с корицей с кардамоном ну и все что традиционно добавляется добавляется в этот винный напиток и вчера я добавила такую смесь которая содержала в себе изюм и я думаю что вы представляете изюм разбух после того как я заварила чай горячей водой изюм тоже заварился горячей водой и сам по себе чай принял запах и вкус компота но самое главное сам этот изюм тоже был очень очень вкусный и по большому счету вчера моя гречневая диета снова прервалась вот таким вот пробованием изюма вымоченного в воде и соответственно мне пришла очень простая идея также вспомнила как однажды еще когда мы жили в москве врач которому пошла мама сони об этой девочке я уже рассказывал сейчас его 13 лет а девочки 14 лет сони 14 лет и она очень мало ела она была очень очень худенькая она вакуум фактически ничего не ела тогда доктор рассказал о некоторых блюдах которые очень полезны для детей и в том числе туда попал компот который мы все пили в детстве единственное что сейчас конечно же мы знаем что эти фрукты которые продаются на развес они они не чистые неизвестно как они выращены как правило они не моются перед тем как выкладываются для сушки поэтому смесь вот такая готовая для компота это не лучший вариант для компота вам понадобится примерно для двух литров воды 2 яблока сладких крупных горсть самого обычного изюма если вы хотите чтобы напиток был послаще я также использую горсть чернослива на самом деле все также зависит вот это количество фруктов от того насколько сладким должен получиться напиток на ваш взгляд и кто будет доедать все эти сухофрукты фрукты выварены потому что безусловно выбрасывать их очень очень жаль тогда же доктор который давал рекомендацию такому детскому питанию сказал что вот эта вся разваренная жидкость перемешанная вот прям таки с этими разваренными частицами она очень очень полезна поэтому вчера мое предложение было ввести для тех кто хочет что называется чего-нибудь сладкого вот такой сладкий напиток вчера я сварила детям такой напиток он получился не сладкий прежде всего потому что я отжала из яблок сок дала выпить детям а жмых яблочный я использовал для компота это была моя ошибка из-за этого компота у меня получился не сладкий мне пришлось подслащивать самым обычным медом примерно 3 столовые ложки а то и наверное даже 4 столовые ложки после 3 были очень с горкой мед засахарился 4 столовые ложки это не дали скажем так видимого и ощутимого эффекта дети мои выпили компот без особого удовольствия я вчера компот сам не пробовала хотя мне очень очень хотелось но просто я знала что с воскресенья у меня был скажем так вот такое такой сход диеты я решила себя кроме вот этого изюма решила себе больше ничего не позволять поэтому ближайшие дни прежде всего когда я буду выходить из гречневого марафона уже задаются вопросы как из него корректно выходить если вы хотите выходить из гречневого марафона при этом сохранять результат при этом продолжать формировать себе привычку не есть много сладкого заменять чем-то натуральным скажем так прежде всего фруктозы прежде всего и сухофруктов вашу привычную сладкую еду то пожалуйста вот такой напиток на мой взгляд он будет и насыщать прекрасно подойдет на завтра одна моя зрительница задала очень интересный вопрос почему итальянцы при всех при всей их любви к завтраку булочками при всей их любви к мороженому джелатери на каждом углу при в общем-то их любви к пасте к макаронным изделиям остаются нации который не страдает избыточным весом один из секретов я специально запишу видео на эту тему действительно тема очень интересная спасибо за комментарий но один из секретов заключается в том что итальянцы едят маленькими порциями они едят по большому счету еду не очень полезно но в малых количествах так вот пожалуйста вам идея для завтрака в стакан компота возможно вам это покажется диким вам это покажется удивительным когда я только приехала в италию мой ребенок и горс сейчас ему 13 лет съедал на завтрак рис либо съедал на завтрак какие-то макаронные изделия ему варила это был завтрак для всех кому я об этом рассказывал это было так странно в то время как для меня было странно как можно на завтрак дать ребенку стакан сока либо стакан молока. Это традиционный завтрак для итальянского ребенка. Так вот теперь я по-другому просто не завтракаю. Как правило, это был кофе раньше, кофе с молоком я очень любила. Сейчас я перешла на зеленый чай, и вы не поверите, но вот зеленой водички, точнее водички зеленого цвета, как это ни странно, мне хватает прямо-таки до обеда. Обедать я сажусь примерно в 2 часа дня. Поэтому, если вы хотите заформировать себе новую привычку, вы можете поверить, что целая страна, не знаю, как другие страны, но целая страна такая, как Италия, живет на фактически таком рационе, когда завтрак по своей сути отсутствует. Правда, в Италии есть 2 полдника. Это полдник в 10 часов, это полдник примерно в 3 часа, в 4 часа вечера. Поэтому, если вы хотите, повторюсь, поменять свои привычки, пусть вас это не пугает. Вот такой стакан, стакан компота, хорошо разваренного, вы получите огромное количество кретчатки, вы получите также сладкое, что некоторые диетологи, некоторые специалисты, которые разбираются, и девушка гораздо лучше, чем я, и рекомендует сладкое. Чуть-чуть сладкого на завтрак до 10 часов дня часто звучит такая рекомендация, употреблять что-то сладкое. Прежде всего, если мы работаем умственно, чтобы, в общем-то, подпитать себя, ну, наверное, глюкозой. Опять же, здесь я не очень разбираюсь. Поэтому вот такой был мой рецепт, вот такое было мое новое открытие. Когда я буду выходить из гречневой диеты, я буду совершенно точно варить себе вот такой компот. И я много раз его варила в прошлом, поэтому я могу вам совершенно точно сказать, что этот компот не требует добавления сахара. Более того, он не требует и добавления меда. Если вы сварите его с яблоками и с достаточным количеством самого обычного изюма, добавьте по желанию кураги, добавьте по желанию чернослива, вы увидите, что у вас получится достаточно сладкий напиток. Опять же, он покажется вам очень сладким, либо достаточно сладким, как раз-таки на выходе из гречневой диеты. Ну и вторая новость. Сегодня, наконец-то, я настрогала себе салат весенний. Вы не поверите. Для меня в последнее время нет ничего вкуснее самой обычной капусты белокочанной потертой на терке, плюс яблоко и плюс морковь. Заправленной, конечно же, нет ни оливковым маслом, заправленной самым обычным подсолнечным маслом. Я много раз говорила, что вот по вкусовым ощущениям я отдаю предпочтение именно маслу подсолнуха, подсолнечным маслом, с которым мы все знакомы с детством. Мне ничего вкуснее нет. Салат этот называется в России витаминный, салат этот в России называется весенний. Сегодня у меня было время, было желание, были все овощи, чтобы этот салат себе настрогать. Он просто улетел со стола, попробовали все дети. Старший ребенок сел с удовольствием, мой муж сел с удовольствием, я поела прямо-таки сегодня очень-очень много этого салата. Изначально моя порция была вот из такого количества гречки, такого количества салата. И потом я съела еще три порции такого салата. То есть фактически то, что вы видите на картинке, умножилось три раза, но гречку я оставила в таком нетронном рационе. Чувствую себя прекрасно, чувствую себя очень сытой, причем это, знаете, такая приятная сытость, которая мне кажется, я надеюсь, знакома много многим, когда ты действительно чувствуешь себя вот прямо-таки поевшим, плотно поевшим, но при этом нет тяжести. Потому что, конечно же, на гречневом марафоне я ем гречку один раз в сутки, я испытываю чувство голода, испытываю его, конечно же, ближе к вечеру, хотя здесь опять же вступает в силу уже привычка. Я не ем после наступления темноты. Это значит, что я не ем после шести, совершенно точно. А зачастую после шести я и дома не появляюсь. Всегда после обеда я забираю второго ребенка, везу своих младших детей либо на прогулку, либо по спорту, либо еще куда-то. То есть у меня дела, 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 как и у любой, наверное, мамы. И потом, когда я возвращаюсь, на мной не давлеет идея, что, боже, я вот так давно не ела, и мне нужно поесть. Все, от этой идеи, к счастью, я свободна. Я, наверное, была свободна от нее до вхождения в этот гречневый марафон. Мне удалось переформировать очень многие свои привычки, прежде всего на предыдущих гречневых марафонах. Но и здесь, и сейчас я действительно просто подтверждаю сама себе своим опытом, что для меня это очень комфортный режим питания. Когда я буду выходить из гречневого марафона, помимо того, что добавятся, я говорила, добавятся сезонные овощи, добавится вот такой компот, обязательно добавятся. Добавятся также другие крупы. Одна зрительница написала про к вино. К вино даже для меня явилось огромным открытием. Прежде всего, потому что это очень вкусно. Это очень на мой взгляд похоже на кускус, но кускус мы знаем, это все-таки изделие из пшеницы. Поэтому к вино мне очень-очень нравится. К вино едят с удовольствием мои дети. Чуть-чуть подсолить, чуть-чуть кокосового масла добавляю. На самом деле к вино улетает у меня просто-просто на ура. Сегодня я хотела пригласить вас на влог из магазина, где мне разрешили снимать. Это магазин биопродуктов. Я туда езжу за крупами. Не столько потому, что прямо-таки вот выбираю биопродукты, сколько потому, что какие-то крупы можно купить только там. Я знаю, что в России выбор круп гораздо-гораздо больше. Поэтому присматривайтесь к другим крупам, пробуйте, выбирайте, посмотрите в интернете крупы прежде всего с низким гликемическим индексом, чтобы инсулин у нас не вырабатывался в особо частое, в особо повышенное количество, чтобы мы продолжали расщеплять наш запас, ну не мы, конечно же, наш организм, чтобы мы прежде всего продуктами с высоким гликемическим индексом не способствовали тому, что нашему же собственному организму будет трудно бороться с нашими же собственными накоплениями. Вот такие мои новости. Я на гречном марафоне. Это удивительно, но кто-то присоединяется ко мне вот буквально сегодня, кто-то вчера присоединился. Я очень рада вашей компании. Это заставляет меня также продолжать, заставляет, скажем так, не смотреть в сторону того, что зачастую раньше мне очень хотелось. Сейчас могу сказать, что какие-то вещи, которые раньше были для меня запретным плодом, сейчас перестали просто быть объектом моего желания. Речь идет, конечно же, о какой-то сладкой сдобе прежде всего. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем успехов на гречном марафоне. Желаю всем очень хорошего настроения. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.